В древнегреческой мифологии Амалтея – это коза, вскормившая своим молоком бога Зевса. В наше время Амалтея – это медицинский центр, принявший в своих кабинетах тысячи женщин. Отзывы были разные, но совсем недавно правоохранительные органы в лице АБЭП провели проверку, в ходе которой выяснилось, что вся деятельность медцентра совершенно незаконна. В материалах дела разбирались наши корреспонденты. Очереди в городской больнице и постоянная нехватка талонов к врачам заставила миасских дам искать другие пути лечения. Около пяти лет женщины, которым нужна была гинекологическая помощь, посещали медицинский центр Амалтея, что располагался в торговом центре «Кристалл». Спектр услуг был разнообразный. Здесь принимал лор, кардиолог, уролог, гинеколог и другие специалисты. Цены даже за консультацию были совсем не маленькие. Но даже большие денежные объемы не уберегли от долгов за аренду снимаемых помещений. Руководство Амалтеи решили ретироваться на другие площади, в цокольный этаж жилого дома. С чего, собственно, и началась эта, без преувеличения сказать, уголовная история. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности было выявлено, что медицинский центр Амалтея длительное время, а именно с осени 2011 года, работает без лицензии. В результате чего, 19 июня, было возбуждено уголовное дело по статье 171 Уголовного кодекса в отношении руководства медицинского центра. Согласно аудиторскому заключению, размер дохода, полученного предприимчивыми врачами, насчитывает более полутора миллионов рублей, что составляет крупный размер и тянет на уголовную ответственность в соответствии со статьей 171 части 1. Но дело даже не в чужих деньгах, а в отношении врачей к обычным пациенткам, которым оказывали платные услуги без соответствующей лицензии. Хотя после шумихи врачи Амалтеи стали уверять, что лицензия – не самая нужная бумага, важнее квалификация врачей. Но одна из мянских газет правильно задала вопрос, цитирую, «Выходит, что любая медфирма, переехав, например, из Кристалла, где оформлена лицензия, в гаражный бокс или дачный домик, тоже может продолжать медицинскую деятельность». Конец цитаты. Теперь в этой истории предстоит разбираться не только сотрудникам полиции, но и Минздрава Челябинской области. Хочется надеяться, что огласка этой темы станет предупреждением для противозаконных действий недобросовестных врачей.